Сегодня я вам рассказываю про очень интересные часики от компании Xiaomi, точнее от подбренда Xiaomi, который называется 70MA. Понятное дело, что в современном мире существует огромное количество различных умных часов, браслетов и так далее. Если я раньше гонялся за тем, чтобы часы обладали максимальной функциональностью, взяв в руки эти часы, я понял, что качество тоже имеет значение. Потому что это очень круто сделанные часы в алюминиевом корпусе с сапировым стеклом и по большому счету обладают достаточным количеством функций для того, чтобы я ими мог пользоваться. Поэтому я вам о них хочу рассказать. Безусловно, в них есть, конечно же, и плюсы и минусы. Но, собственно, двухнедельный опыт использования этих часов я вам и передам. Меня зовут Фил, это канал Частый Блог. Погнали! Друзья, я вас попрошу вот прямо сейчас ответить на очень простой вопрос. Если вы используете какие-то гаджеты, например, Mi Band или, может быть, часы, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за часы. И, во-вторых, какие в основном функции вы используете. Я вот объясню, почему я спрашиваю. Раньше мне казалось, что на часы надо, ну, навалить все. Надо установить карты, надо сделать так, чтобы они могли фотографировать что-то. Надо сделать так, чтобы на них был какой-нибудь переводчик и еще какая-нибудь дребедень. Но со временем, честно говоря, я наигрался. И еще, конечно, нужно было накатить на них 100 разных Watch Face. Первые часы у меня были от компании LG. LG Watch Air. Очень классные. Мне до сих пор они нравятся. Но со временем, я, знаете, вот ко всем вот этим функциям, честно говоря, подохладел. И мне, по большому счету, стало нужно, чтобы часы хорошо считали пульс, чтобы они достаточно долгое время держались без подзарядки. Неделя минимум. Чтобы у них был Always On Display. Чтобы с них можно было отвечать на другие сообщения. Эти часы, кстати, этого не умеют, к сожалению. Влагозащита. И самое главное, чтобы они кайфово выглядели. Я все-таки уже взрослый дядька. И мне хочется, чтобы часы, которые находятся на мне, они не выглядели какими-то игрушечными, странными часиками. И поэтому, когда я достал вот эти алюминиевые часы из коробки, я подумал, Ого! Ну вот это компания Xiaomi сделала кайфово. Ну, во-первых, они квадратные. Такие, как Apple Watch. Честно говоря, вообще, Apple Watch сами по себе мне не очень нравятся. Поэтому мне приглянулось, что эти часы как бы похожи на Apple Watch, но издалека. Они не такие круглые, как яблочные. Сверху у нас сапфировое стекло. И есть по бокам такая очень прикольная фаска. Это некий такой срез. Выглядит классно. Сбоку есть две кнопки, которые тоже очень прикольно нажимаются. Верхняя кнопка это меню. На нижнюю кнопку можно назначить все, что угодно. По умолчанию здесь стоит вызов спортивных режимов. Часы весят 41 грамм. Они по большому счету не сказать, что маленькие, не сказать, что массивные. Нет, они окей. И я бы сказал, что на руке они выглядят вот так, как нужно. В комплекте идет вот такой силиконовый ремешок. Точнее, это не силикон, а фтор эластомер. Сам материал очень приятный на ощупь. Достаточно мягкий и комфортно лежит на руке. Если вы захотите поменять этот ремешок, без проблем зайдете на Алиэкспресс или еще куда-нибудь. Крепление здесь стандартное, 18-миллиметровое. Поэтому, я думаю, без проблем сможете найти себе еще какие-нибудь другие ремешки. И единственное, обратите внимание, что сам ремешок шире, чем крепление. В общем, ищите ремешки именно для 70 May Watch. Кстати, если захотите приобрести эти часы, да еще и со скидкой, то внизу я оставляю ссылочку. Переходите, посмотрите, изучайте, примеряйте и так далее. Снизу у нас все стандарно. Пластиковый корпус. И здесь измеритель пульса, зарядка и так далее. В этих часах нету актуального на 2020 год измерения кислорода в крови. Да, при помощи него многие, ну, пытались, по крайней мере, узнать, какая у них история с коронавирусом. На самом деле, диагностировать это практически нельзя. Но все равно, это был тренд 2020 года измерения кислорода в крови. Здесь его нету. Здесь есть измерение пульса, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, тонометр. А также есть датчик освещения, который достаточно быстро реагирует на изменение света. Вы сейчас видите, я включаю лампочку и циферблат. Очень быстро зажигается и наоборот тухнет. Здесь стоит внутри аккумулятор на 320 мАч. И вы знаете, мне очень понравилось, как быстро заряжаются эти часы. Потому что они заряжаются примерно за час с лишним. Это гораздо быстрее, чем, например, самсунговские часы. Потому что они заряжаются порядка двух часов. Это прямо дикость какая-то. С учетом того, что они разряжаются в течение двух дней, то это прямо вообще беда. Здесь часы работают порядка 10 дней полной загрузки. Ну и производитель говорит, что если вот отключить практически все, то они будут работать порядка 20 дней. По дисплею, по большому счету, здесь мне тоже все нравится. Во-первых, здесь есть Always On Display и несколько вариантов. Как всегда, жалко, что нельзя сделать так, чтобы ваш основной циферблат был одновременно и Always On Display. Ну или хотя бы вариацией. Но в любом случае есть разные, в том числе, которые показывают и время, и дату, и погоду. В целом этого достаточно. Вообще, если посмотреть на коробку, то здесь в целом обозначены все самые важные моменты. Во-первых, 10 дней жизни, 5 атмосфер, влагозащиты, 326 точек на дюйм. Этого достаточно для того, чтобы вы не увидели пиксели. Кстати, тут AMOLED дисплей. Сапировое стекло, есть различные спортивные режимы и встроенный GPS. Если вы захотите послушать музыку, то это вы будете слушать ее с телефона. Здесь нет возможности отвечать на звонки. Здесь можно только сбросить звонки. Здесь нету динамика. Нельзя разговаривать при помощи часов с кем-нибудь. Но при этом есть микрофон. Он сделан для того, чтобы вы вызывали Alex. Alexa в России не работает, поэтому это пока бестолково. Говорят, что может быть в следующих прошивках эту штуку починят. Навряд ли. Если говорить про операционную систему, по большому счету мне все здесь нравится. Она достаточно плавная. Она не такая плавная, как на Samsung и на Apple Watch, но она достаточно плавная и плавнее, чем на часах от компании Huawei. Но чего мне здесь не нравится, так же как в часах от компании Huawei, это то, что здесь нельзя отвечать на входящие сообщения. Тебе прилетает WhatsApp, Telegram, сообщение. Ты не можешь на это ответить. Это первый момент. Второй момент. Ты не можешь даже полностью раскрыть сообщение. Потому что в уведомлении может быть только 140 символов. Вот первые 140 символов имейла. Сообщения показаны. Все остальное нет. И мне этого, честно говоря, не хватает. Потому что, например, самсунговские часики. Ты там можешь отвечать на сообщение. Ты можешь набирать текст. Ты можешь писать его и так далее. Здесь этого нет. Мне бы даже хотелось, чтобы были, грубо говоря, стандартные ответы. Типа да, нет, не знаю и так далее. Чтобы ты ехал на машине, просто посмотрел, ответил, поехал дальше. Этого нет и этого реально не хватает. Также сюда нельзя устанавливать никакой сторонний софт. Поэтому, по сути, это не умные часы, да? А это некий фитнес-браслет, который трансформировался в часы. Но с самого начала нашего сегодняшнего видео я уже сказал, что мне, честно говоря, уже совершенно не хочется ничего устанавливать. По большому счету, мне важно, чтобы можно было разные циферблаты накатить, чтобы были все основные функции, которые мне важны, и чтобы часы выглядели хорошо. Хочу отметить, что эти часы достаточно хорошо считают пульс. Они его не считают, когда часы у нас сняты. Они не считают воздух. И мне понравилось, как эти часы считают пройденные шаги. Потому что очень часто, например, на часах от компании Huawei, я замечал такое, что ты сидишь, машешь руками, и они такие раз, тебе показывают. Шесть тысяч прошел. Ты такой, молодец. Ну, то есть, обманывают. С этими часами такого не было, то есть, они считают примерно столько, сколько ты на самом деле прошел, и это хорошо. Ну, и главный момент, про который все говорят, это отсутствие NFC. Я скажу так, наверное, я сейчас скажу какие-то крамольные вещи, и вы с ними не согласитесь. Но в целом, NFC нам нужно, грубо говоря, для того, чтобы оплатить что-то. И понятное дело, что это удобно. Ты подносишь часики, оплатил, побежал дальше. Но я бы сказал так, для меня это не краеугольная вещь, потому что у меня с собой всегда есть телефон. Поэтому именно необходимости, чтобы на часах был NFC, чтобы я мог бы ими расплачиваться, я могу сказать, что я даже практически никогда ее не настраиваю, потому что мне как бы и без нее живется хорошо. Но все расстраиваются по этому поводу, и да, здесь мог бы быть NFC. Особенно за эти деньги. Ведь часы стоят порядка 10 тысяч рублей. Давайте я вам покажу, как здесь работает операционная система. 3 часа 40 минут ночи, четверг, 29 апреля, 2 градуса на улице. Это Always On Display. Если вы хотите его поменять, заходите в настройки. Здесь раздел Display, всегда на экране, циферблаты в режиме. И вот здесь у нас есть несколько разных вариантов. Они все достаточно минималистичные. Мне бы, честно говоря, хотелось бы, чтобы на них было больше информации какой-нибудь. Ну, вот так или иначе. Хорошо, что есть хотя бы такие. У меня сейчас включен вот этот Watch Face. Причем каждый раз, когда смартфон будет включаться, здесь будут разные цветы. Раз, видите, другой. Ну, там несколько вариантов. Как обычно, если подержать, можно переключиться на другие Watch Face, которые вы закачиваете при помощи приложения. Есть встроенные, есть те, которые вы закачали. Например, вот такой Watch Face. Достаточно прикольный. Или вот такой. Если двигать вправо-влево, то у нас будут переключения между виджетами. Нагрузка, погода. Прикольно, что можно нажать на виджет и перейти в дополнительную информацию. И узнать, например, планы погоды на ближайшее время. Снег будет. Ничего себе снег. Это, конечно, круто. Идем дальше. Энергия. Тоже можно нажать и посмотреть разные варианты. Это, кстати, мне нравится. Я помню, что в часах от компании Huawei были проблемы. Нельзя было зайти, например, в пульс и посмотреть какую-то дополнительную информацию. А здесь-то есть, пожалуйста. Зашли в пульс и посмотрели, какая у вас была нагрузка, что вы тратили и так далее. В Huawei этого не было, а здесь есть. Это хорошо. Соответственно, эти карточки можно настраивать. Что касается сна. Если нажать на верхнюю кнопку, то мы перейдем в режим запуска различных приложений. Мне, кстати, нравится, как организованное меню. Это фитнес. Это у нас история об упражнениях. Сердцебиение. Секундомер и так далее. Смотрите, что касается секундомера. Можно его запустить и попытаться, например, из него выйти. Но, к сожалению, секундомер не умеет работать в фоновом режиме. И это плохо. Ну, согласитесь, прямо реально плохо. Все, что мы можем, это остановить его. Беда. Но при этом, если запустить таймер и выставить, например, 10 минут, и вот у нас пошел таймер, то из таймера можно выйти. И потом в него можно зайти, вернуться, и он продолжает идти. С чем связана вот эта странная многозадачность, мне непонятно, но я бы хотел, чтобы это все-таки нормально существовало. К сожалению, если вы выбрали какую-нибудь тренировку, например, бег на улице, то из нее вы никуда выйти-то не можете. Либо остановить паузу, либо включить-выключить музыку, но, собственно, и все, больше ничего. Только если остановить и уходить. Это тоже мне не очень нравится, честно говоря, в этом. Сверху у нас уведомления. Как я уже говорил, зайдя в уведомления, вы видите только какую-то небольшую часть сообщения. В данном случае это имейл, и все. Порой сообщения из WhatsApp выглядят просто такой фразой, типа, у вас 15 сообщений, а как в них зайти? Да никак. Вот два новых письма. А как зайти в эти два новых письма? Уже и непонятно. Поэтому есть, конечно, вопросы по уведомлениям, нерешаемые. Это фонарик, это будильник, настройки, включение экрана и режим не беспокоить. В настройки, соответственно, можно зайти. Здесь у нас циферблаты, яркость. Яркость может быть автоматической, это прикольно. Поднятие для активации, не беспокоить. Частота, сердцебиение. Здесь все это дело можно включать и выключать. В настройке тренировок, пароль, вибрация, улучшенная вибрация, стандартная вибрация. Вот, собственно, и вся вибрация. Система, язык и информация. Приложение, которое мы используем, называется 70May Health. Сейчас открываем. Его, кстати, какое-то время не было в Google Play. Здесь есть циферблаты, те, которые у нас установлены, и те, которые мы можем скачать. Как я уже сказал, циферблатов немного. Собственно, все, на этом они и закончились. Есть возможность устанавливать кастомные циферблаты, но это, честно говоря, уже через костыли. Есть небольшое количество настроек. Управление виджетами, пульс, погода, стресс и все остальное. Настроить нижнюю кнопку, чтобы это были, например, не спортивные упражнения, а фонарик. Список тренировок. Также уведомления. Вот это, наверное, самый важный пункт, куда обязательно нужно зайти и где надо поставить галочки напротив тех приложений, которые будут вам присылать уведомления. Не забудьте этот пункт сделать. Также руководство пользователя. Погода, позиционирование, где вы находитесь и так далее. Также есть дополнительные настройки, обновление программного обеспечения, найти устройство, ну и так далее. Это что касается раздела устройства. Также у нас есть данные по нашим тренировкам. Пульс. Посмотреть, как вы себя чувствовали, где вы бегали. Посмотреть полезную дополнительную информацию. Энергия, сон и прочее. Сон прикольная штука. Здесь много интересных вещей. Вот я спал 5 часов 29 минут. Глубокий сон, поверхностный сон и так далее. В общем, мне нравится в таких штуках покопаться. И это здесь есть. Это хорошо. Если вдруг приложение опять уберут из Google Play Маркета, его можно установить, используя QR-код, который можно считать с часов. Что в итоге мы имеем, друзья? Что мне понравилось? Мне понравилось, как эти часы выглядят. Мне понравилось, как эти часы работают. Мне понравилось, что они работают достаточно долго. У них есть Always On Display. У них приятная операционная система. Приятный ремешок. Но вообще они такие приятные, честно говоря. Приятное ощущение от них. Что мне не понравилось? Отсутствие возможности ответить на сообщения. Но если бы по ним разговаривать можно было бы, это, наверное, тоже было бы неплохо. Без NFC я как-то достаточно спокойно живу. Ну и, возможно, если бы побольше было каких-нибудь циферблатов, это было бы тоже прикольно. Я могу точно сказать, что мне эти часы понравились. И если вам нужны стильные, хорошие, взрослые, классно выглядящие часы с сафировым стеклом, в которых вы будете заниматься спортом и ходить на деловые встречи, я без проблем вам бы мог их рекомендовать. Глюков с ними никаких не было. Работали отлично. Если захотите приобрести, друзья, эти часы, то я вам организую 5% скидку. Я внизу оставляю ссылочку. Переходите, посмотрите. Там есть вся информация о том, каким образом вы можете получить скидку в 5% на эти часы. Ну а вообще, друзья, вам говорю огромное спасибо. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Не болейте, всем счастливо и пока.